Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами Дэй Погорелый и в последнее время у нас очень много задают вопросов по поводу того, что же такое hard fork, soft fork биткоина, чем это может грозить и как вообще в такой ситуации быть. Друзья, тема на самом деле очень интересная, но сложная и единого мнения нет. Очень много спекуляций, много слухов, разговоров. До сих пор не могут договориться ведущие умы по криптовалютам, да, как быть. Но тем не менее, я вкратце попытаюсь вам передать, что есть на сегодняшний день и вы уже сами сделаете свой выбор, как действовать. Итак, начну немножко издалека, что напомню, как работает сеть биткоина. У нас есть блоки, да, и у нас эти блоки вот идут такой вот цепочкой снизу вверх. Соответственно, чтобы эти блоки найти, нужно использовать вычислительные мощности ваших компьютеров, графические платы, айзек-платы и так далее. То есть, эти блоки, они в сети находятся так званными майнерами. Майнеры добывают блоки, майнеры формируют блоки. Блок, напомню, состоит из двух частей. Первая – это заголовок блока, где содержится информация о предыдущем блоке. Вот так вот она идет. И, соответственно, еще тело блока, которое содержит транзакции в себе. То есть, грубо говоря, когда вы совершаете любую операцию в сети биткоин, это, ну, например, вот ваш кошелек, да, вот еще один кошелек вашего друга. Вы оба совершаете операцию, ваши операции идут в так званый mempool. Это, по сути, такое облако, где они временно сохраняются. Соответственно, после этого майнеры, которые добыли один блок, напоминаю, что они добывают блок, потому что, найдя новый блок, они получают определенное количество биткоинов в себе. То, соответственно, чтобы добывать следующий блок, нужно сначала заполнить существующий. Майнеры берут транзакции из mempool и вставляют их вот сюда, вот, в само тело блока. Вот они вставляются и так далее. Естественно, когда они заполняют полностью один блок, переходят ко второму. Находят второй блок и заполняют его уже новыми транзакциями из mempool. Но в чем проблема, да, конкретно? Проблема состоит в том, что такой блок, он ограничен одним мегабайтом. То есть, максимум сюда может поместиться транзакции на 1 мегабайт. Это большая проблема, потому что, если раньше у нас, как вы знаете, сеть биткоина, она бесплатная, то есть, плату за транзакции не взимается с сетью. Тем не менее, сейчас мы дошли до того, что такое количество этих транзакций в mempool, что в блок просто не вмещается все количество. И, соответственно, прежде чем майнеры добудут новый блок, пройдет некоторое время, и эти транзакции будут здесь в mempool оставаться, они не будут включены в сеть. Соответственно, у нас какая-то часть прошла вот этот блок, вот этот вот блок, а остальные приходится ждать, пока майнеры добудут следующий блок. Соответственно, это приводит к тому, что им приходится ждать долго. И чем больше они ждут, тем больше новых транзакций накапливается в mempool, тем дольше загружается сеть. И mempool, у него тоже есть определенное количество емкости, да, он тоже не резиновый. Соответственно, это первая проблема. Вторая проблема стоит в том, что когда, наконец-то, добыть следующий блок, майнерам нужно решить, чьи транзакции они в первом и сюда поместят. Соответственно, если у нас до этого сеть была бесплатной, то в данном случае теперь у майнеров нужно выбирать, чьи транзакции нужно поставить. Соответственно, они условно говорят пользователям, ребят, у вас так много, но давайте как-то решать. Давайте, предположим, вы будете платить по 0,5 долларов за то, чтобы ваши транзакции зашли сюда первыми. Соответственно, люди, которые побурчали-побурчали, так сказать, на выхода было, не было что делать, да, соответственно, согласились оплачивать. Соответственно, вот эта вот часть, например, условно, предположим, которая согласилась оплачивать 0,5 долларов, она первая, ну, их транзакции первая обрабатывались с майнерами. А остальные они могли ждать 1, 2, 3 дня, ничего не происходило, соответственно, и остальные подумали, ну что ж, мы будем просто ждать, давайте-ка мы заплатим вам майнеры 0,6 долларов за одну транзакцию, майнеры такие, о, почему бы и нет, давайте, соответственно, грубо говоря, у нас таким образом все это нарастало, нарастало, и сейчас мы дошли до того момента, когда у нас были транзакции рекордные, да, стоимость транзакции 10 баксов, ну это очень, ну такие, согласитесь, неудобно для бесплатной сети, которая изначально, да, такая была. Соответственно, это проблема, это большая проблема, почему, потому что люди, которые, большинство, которые обменивались небольшими транзакциями, не могли себе позволить 10 долларов за транзакцию, это бессмысленно просто было. Соответственно, первая проблема, очень дорогие транзакции были, транзакции дорогие, дорогие, ну условно так и напишу, да. Вторая проблема была в том, что приходилось, даже если вы выплачиваете большое количество, ну, комиссий за транзакцию, все равно приходилось ждать, потому что и другие люди хотели быстрее, чтобы их транзакции были включены в блок и тоже оплачивали больше. Поэтому это все было долго, очень, очень, очень долго. Это были две основные проблемы. Третья проблема была в том, что mempool нагружался сильно, то есть вся сеть очень сильно нагружалась. Это приводило некоторым небольшим сбоям, лагам и так далее, то есть сеть была нестабильна, нестабильна сети. И все это, в принципе, да, людей очень, очень, очень не нравилось людям. То есть люди просто-напросто, ну, негодовали, грубо говоря, и хотели изменений. Что же было предложено в данном случае? В данном случае было предложено два решения. Первое решение было создано от так званой компании Bitcoin Core. По сути, Bitcoin Core это ведущие разработчики по биткоину, те ребята, которые с самого начала появления биткоина разрабатывали улучшение ПО и так далее. Они предложили свое решение в виде так званого Bitcoin Unlimited, который, по сути, как бы расширял блок, что ли. Ну, точнее, не совсем расширял, я сейчас не буду отдаваться в подробности, вы можете сами почитать. Но эта штука никому не понравилась, то есть мало кто ее поддержал, кроме майнера. А второе решение представлено было так званное решение SegWit, или же Segregated Witnesses. Данное решение подразумевало увеличение блока в 1 мегабайт до 2 мегабайт. То есть полностью увеличит блок в 2 раза. Соответственно, в данном случае у нас был, честно говоря, небольшой конфликт. Это был один из первых конфликтов. То есть у нас в истории есть два основных конфликта. Первый это вот конфликт номер один. Грубо говоря, чтобы вы понимали, кто не знает, когда у нас Bitcoin создавался, у нас было четко по белому написано на белой бумаге, что Bitcoin код, он исходный, не меняется. Все по договору консенсуса договариваются, что код вот такой вот, и мы по нему работаем. Ответственно, Bitcoin Core, который, грубо говоря, не хочет, чтобы любые были изменения в коде Bitcoin, они предложили вариант Bitcoin Unlimited. Другие же ребята предложили вариант Segwit и расширение 2 мегабайт. По сути, вариант он получше. Но единственный минус в том, что при имплементации Segwit, это значит, что был бы небольшой так званный софтфорк биткоина. Грубо говоря, людям пришлось бы чуть-чуть изменить код биткоина. То есть, нарушить вот этот алгоритм нерушимости, грубо говоря, договоренности между всеми участниками сети. То есть, софтфорк подразумевал изменение кода. Биткоин Core, конечно же, этого не могли допустить, потому что они как бы основатели всего ПВО и так далее. Ну, как это, изменить код, это неправильно и так далее. Соответственно, это первый конфликт, который есть. Второй конфликт, опять же, как я сказал, это между обычными юзерами, которые не хотят платить большие деньги за транзакции, да, юзеры. Ну, или пользователи, я их буду называть юзеры, так удобнее. И, соответственно, между, я вот так вот напишу, наверное, то есть, конфликт не равняется. И, с другой стороны, между майнерами. Майнерам выгодно было большие, ну, чем больше транзакций, стоимость транзакций, тем лучше, ну, между комиссионной. Это второй конфликт, который у нас есть в данной ситуации. Соответственно, вот эти два конфликта, которые рушат, ну, которые, в принципе, вот мы сейчас видим, да, вот эти все сплетни, переговоры, обвинения, там, договоренности, это все, вот, паривая этих двух конфликтов. Соответственно, что в итоге произошло сейчас, да, к чему дошли? Дошли к тому, что Bitcoin Core и их Bitcoin Unlimited забарковало сообщество, не захотели, но люди подключились больше, одобрили Segwit. Почему Segwit одобрили? Потому что майнеры увидели, что люди начинают, ну, им не нравится, что транзакции так дорогие, да, плюс появились ряд других перспективных криптовалют. Люди начали свои деньги, да, влаживаясь, вкладывать, точнее, в другие, в другую крипту, выводить с биткоинов. И мы это видим очень наглядно в капитализации биткоина, как она по сравнению с другими, с другой криптовалютой падает постоянно, да, вот она падает, падает и продолжает падать. Это говорит о том, что биткоин, как сам по себе, у него очень много проблем, то есть люди не уверены в его будущее. Конечно же, он подрастает, потому что все больше интереса криптовалют, но как ведущая криптовалюта, она может скоро свои, грубо говоря, лавры передать к какой-то другой крипте. Соответственно, майнерам это невыгодно, потому что люди, выводя деньги из других криптовалют, соответственно, что делают? Правильно, они уменьшают капитализацию биткоина, и в будущем это может сказаться на уменьшении стоимости биткоина. Майнеры, напомню, получают деньги из двух случаев. Первое, из того, что добывают новые блоки, добывая новые блоки, они, по-моему, получают 12,5 биткоина. Соответственно, эти, конечно же, 12,5 биткоина, они себе, грубо говоря, ложат подушку, и там, например, у них там, ну, к примеру, 100 тысяч биткоинов уже отложено, да. Второй вариант добычи, как оказалось сейчас, они могут зарабатывать за счет транзакции, да. И чем дороже транзакции, чем больше зарабатывают. Соответственно, изначально майнеры были против секвита, да, имплементации, потому что, ну, соответственно, расширение блока означает, что больше транзакции не будут платными. Соответственно, они потеряют свой источник дохода в виде транзакции. Поэтому они были против. Но с наступлением вот таких вот времен, когда было все больше недовольных биткоином, они поняли, что биткоин может реально резко пойти вниз. Из-за того, что люди выведут свои средства в другие альткоины, соответственно, свои вот эти вот деньги в виде, там, условных 100 тысяч биткоинов, да, они потеряют, потому что капитализация их будет уменьшаться. То есть, цена на биткоин будет падать. Поэтому, выбрав из двух, скажем так, вариантов более то, что для них более выгодны, они решили все-таки согласиться на секвите и дальше его имплементировать. Но, состояла в другом проблема, что для имплементации секвита, оригинального, да, нужно было, чтобы минимум 95% строителей, то есть майнеров, поддержали данный вот алгоритм. Это очень много, и добыть такой цифры почти нереально. То есть, 95% людей, ну, чтобы поняли, например, да, вот, у нас строится цепочка блоков, мы строим, 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 а тут, бац, нам нужно, например, взять и перестроить вот начало с этого блока и делать уже вот такие большие блоки. Соответственно, если мы не получим большинство, а у нас строители начнут между собой конфликтовать, то у нас сеть разрушится и покроется медным тазом. Соответственно, нам нужно было, чтобы 95% майнеров поддерживали алгоритм секвит. Это было почти нереально, поэтому было пройдено, так званное, в 2017 году, в мае, Нью-Йоркское соглашение, Нью-Йорк Агримент, так званное, НИА. Соответственно, на этом соглашении большая часть ведущих майнинговых компаний, в основном, которые базируются в Китае, пришли к тому, что подписали так званное соглашение по имплементации сигвит 2x или же x2. Как там было правильно? 2x или x2? Не помню точно. В общем, как-то вот так вот. В общем, в чем смысл этой штуки? Они, судя по этому алгоритму, в два этапа хотят имплементировать новый сигвит. Первое. Это, в принципе, обычный тоже сигвит, который расширяет блок до x2, который должен быть имплементирован до 1 августа. Ну, там, получается, 21 июля до 1 августа. Вот эта штука должна быть имплементирована. При этом, в отличие от первого варианта, здесь нужно всего лишь 85% мощности хешрейта, да, то есть именно майнинговых мощностей всех майнеров. Получается 85%. И второй этап, если все успешно, там, спустя определенное время, там, 3 месяца, к примеру, после завершения элементации сигвита, начинается дополнительное, там, внедрение дополнительных технологий и так далее. То есть, получается, при таком сигнале, если все хорошо, мы начинаем расширять блок сначала до 2 раза, то есть там будет у нас, ну, блок сам по себе 2 мегабайта, потом у нас 4, 8 и так далее. Это все можно расширять. Это, по сути, такой софтфорк, да, софтфорк, когда мы видим, что мы изменяем чуть-чуть код, да, но, тем не менее, это нужно, потому что нам нужно масштабировать сеть по-другому, биткоин просто пропадет, нам нужно что-то делать. Конечно же, к этой системе против все равно у нас остается компания Bitcoin Core, они все равно против этого и всячески вставляют палки в колеса, чтобы эта штука не прошла. Тем не менее, вот такой вот вариант считается сейчас самым нормальным, потому что при таком варианте у нас биткоин, проблема с масштабируем решится, и биткоин не начнет падать вниз из-за того, что люди перестанут в него инвестировать. И, соответственно, ну, всем будет хорошо, он не будет падать в цене, он будет только расти дальше. Майнерам хорошо, и всем хорошо, и вызователи не будут платить за транзакции. То есть, майнеры пошли на уступку. Но, причем, при всем при этом, если Segwit, Segwit, поправьте, пожалуйста, если я где-то ошибаюсь, по-моему, 2x или x2, 2x не будет активирован до 1 августа, да, потому что уже откладывать некогда, то, соответственно, у нас тогда запускается новая программа, так званая, так званая программа User Activated Soft Fork, UASF, либо же еще по-другому протокол BIP-148. BIP-148 от английского Bitcoin Improved Proposal, то есть приложение по улучшению биткоина, да, вот. Ну, а 148, потому что сигнал будет идти по протоколу 148, если не ошибаюсь. Итак, в чем смысл? Смысл в том, что, по сути, Segwit – это тот вариант активации, улучшения биткоина, да, легкого улучшения в виде изменения кода, при котором майнерам, по сути, предлагают добровольно подписаться, да, и помочь сети перейти на новый алгоритм. Добровольно, то есть майнеры сами могут сигнализировать о том, что они хотят перейти на алгоритм Segwit. Как это работает? Они просто, вот сейчас вот, да, я немножко сейчас уйду от этой темы, сейчас вот майнерам говорят, что, ребят, у нас есть, в общем-то, если вы согласны подключиться к Segwit и добывать блоки, именно с новой блоки, с алгоритмом Segwit, в таком случае сейчас, когда вы добываете, да, ну, чтобы вы понимали, когда блок добывается, есть так званая Coinbase, сначала первая транзакция. Coinbase транзакция – это когда блок добылся, и, соответственно, майнеру за вознаграждение выдается 12,5 биткоинов, это называется вот эта вот транзакция выдачи 12,5 биткоинов, Coinbase транзакция первая. Соответственно, в эту транзакцию майнеры могут, ну, что-то, какой-то текст, например, подать, да, или какой-то там код прописать, ну, в общем, что-то могут сделать здесь, прописать что-то. Соответственно, если майнер поддерживает протокол Segwit, да, то он должен сейчас прям в этой вот Coinbase транзакции внести такую небольшую строчку, ну, просто написать, просто написать NU agreement I, то есть New York agreement. Если он это прописан, значит, что он, как бы, символизирует сети, что, да, он готов строить блоки новые по Нью-Йоркскому соглашению по имплементации Segwit после имплементации. Соответственно, у нас сейчас, если мы откроем CoinDance, это такой вот мониторинг по биткоин, по всему, что связано с биткоин, мы видим, что в данный момент у нас около, вот, видите, график новый, 89, почти что 90% всех ребят, 89%, да, майнеров, да, топовых майнеров, в общем, всего мира, они поддерживают именно технологию Segwit, то есть они вот как раз свои Coinbase транзакции говорят, что да, мы поддерживаем Нью-Йоркское соглашение, мы готовы перейти на Segwit 2x. Как видите, еще неделю назад у нас было все по-другому, то есть у нас здесь видно, что есть строка вот этим вот желтым, да, обозначается за сегодня, а за последний месяц последние тысячи блоков определены синим, то есть еще неделю назад у нас, как видите, была поддержка всего лишь 40%, сейчас же у нас поддержка 90, почти что процентов, это очень хороший знак, я объясню потом почему. Вот, если поспуститься ниже, мы тоже увидим, кто, прошу прощения, кто поддерживает Segwit 2x, это почти все майные пулы мира, самые большие. Дальше мы видим те блоки, которые, вот эти вот красные, да, обозначены, это те блоки, в которых в нулевой, в Coinbase транзакции у нас указана как раз поддержка технологии Segwit, указан этот вот номер, да, New York's Agreement. Это очень хороший знак. Теперь вернемся обратно. Если, когда 21 июля будет готово с помощью команды разработчиков протокол Segwit, он будет имплементирован, по сути, в ноды, кошельки, и, соответственно, если же, и будут созданы определенные правила. Правило состоит в том, что если в протяжении там определенного количества времени там, да, добычено, по-моему, 672 блоков, все разработчики, то есть майнинговые пулы, добудут вот эти 672 блоков в течение вот периода 21 июля до 1 августа, они добудут, по-моему, 672 блока, и эти 672 блока, из них 80%, или же они вообще будут составлять 80%, не помню точно. Короче, если они добудут определенное количество блоков, да, то и в этих блоках они пропишут определенный код в шапке блока, да, в заголовке блока, в том, что они готовы, там определенную строчку кода пропишут, которая будет символизировать о том, что они готовы поддержать Segwit. Если вот это необходимое количество блоков будет добыто, да, в течение такого-то времени до 1 августа, 21 июля майнерами, да, соответственно, у нас тогда запускается на нодах код, и Segwit имплементируется успешно в ноды, и, соответственно, у нас начинается расширение, как бы, блоков, ну и, соответственно, у нас переход идет на Segwit, то есть алгоритм меняется, и у нас дальше идет Segwit. Все просто. Если же этого не случается, если же майнеры у нас, например, нас обманули, здесь сказали, что окей, не вопрос, ребят, мы тут вас поддерживаем, а на самом деле бац, и не хватило мощности, не 80%, например, было 60%. В таком случае у нас наступает момент, когда мы насильно принуждаем майнеров переходить на Segwit. Каким образом это делается? В ноды идет обновление, соответственно, ну, на ваши кошельки, например, да, и, соответственно, если вы это обновление устанавливаете, то вы, по сути, становитесь тем, кто поддерживает именно протокол Segwit. И в таком случае у нас получается 1 августа, да, это называется активация User Activated Soft Fork, или же, как я сказал ранее, BIP-148. То есть UASF, BIP-148, активируется, если не удался Segwit, да. Это значит, что ребята, которые на кошельке установили обновление, они говорят в том, что, ребят, мы поддерживаем теперь только Segwit, и если вы, майнеры, которые не захотели переходить на Segwit, будете нам давать находить новые блоки, то мы, как ноды, будем отвергать ваши блоки, их браковать. То есть, грубо говоря, все добытые блоки от, грубо говоря, от майнеров, которые не приняли Segwit, они будут браковаться. Браковаться, и, соответственно, они будут уйти в цепочку блоков. Но, соответственно, будет насильно активирован Segwit, и, соответственно, те майнеры, которые согласились добывать блоки новые, они просто будут уже добывать большие блоки, а те, которые не согласились, они просто будут, ну, как бы, в стороне, по сути, да, как-то так вот. Ну, точнее, не совсем в стороне Они будут добывать блоки, но блоки не будут Учитываться в общей сети То есть у нас, по сути, будет в таком случае В софтфорк, но разделение Если в случае с сегвитом у нас вот такая Штука будет, то есть, например, сначала У нас были маленькие блоки, да Потом у нас активировали сегвит Ребята все согласились У нас пошли уже большие блоки Дальше, например, они еще решили Какое-то обновление сделать Дальше у нас пошли еще больше блоки К примеру, то в случае с Активацией BIP-148 протокола UASF, да То у нас идет разделение Вообще на две ветки, вот как оно идет Полностью, да, у нас появляются, по сути Две криптовалюты отдельные Первая, это та сеть, которая перешла на сегвит У нас появляются здесь большие блоки Соответственно, вот так они добываются С другой стороны, у нас появляется У нас появляется другая ветка Где те, кто не согласились, они продолжают Добывать маленькие блоки в своей, как бы, сети И у нас две параллельные ветки И теперь у нас происходит очень большой бардак У нас, получается, эти ветки могут теперь воевать Те, у кого больше хешейт, у кого больше мощности вычисления Могут навязать свои правила другой сети И ее переписать, по сути То есть, когда мы, например, вот у нас больше сеть, да И мы быстрее добываем новые блоки Мы можем таким образом в эту цепочку внизу Провести так называемый вайп-аут То есть, полностью ее уничтожить И все люди, которые делали какие-то транзакции Их все деньги, по сути, пропадут Но при этом, при всем, даже если существует Небольшой процент вайп-аута Или уничтожения всех транзакций В большей сети В большей сети есть какой-то примерный процент Там 11%, точно, я не помню Соответственно, даже если при условии Что у нас будет больший хешрейт Все равно блоки в большей сети Могут как-то завайп-аут Переписаться, удалиться и так далее То есть, начинается полнейшая неразбриха Какой-то трэш полнейший Соответственно, чтобы этого не допустить Те майнеры, которые заранее не хотели Присоединяться к сегвиту Они сказали, что если в случае Сегвит не будет активирован добровольно майнерами Да, а нас, ну, то есть Майнеры, которые не захотят сегвит Их будет, ну, довольно-таки Много То, соответственно, при наступлении User-ActivatedSoftFork Насильственное изменение алгоритма Альткоина, биткоина Которому майнеры противятся Майнеры сделают так званый User, ну, вот он называется Вот, сейчас покажу Здесь вот User-ActivatedHardFork То же самое алгоритм BIP-148 То есть, в данном случае В данном случае, надеюсь, я понятно объясняю В данном случае у нас что происходит Вместо того, чтобы разделиться на две цепи Которые, две цепочки Которые тут параллельно Параллельно, да Две сети У нас майнеры полностью отделяются То есть, ножницами просто буквально режут Режут связь с этим биткоином Да, вырезают связь с оригинальным биткоином И создают свой новый абсолютный биткоин Криптовалюту там Который, условно, вот назвали Оригинальный биткоин Который стегрит, да Его называют BTC1 А тот, который майнерский, да Вот майнерская ветка, которая происходит После user activated hard fork Условно называют BTC legal Или legal Называйте, как хотите То есть, получается, в итоге у нас Два вида биткоина Два вида биткоина и две самостоятельные сети При этом, при всем, меньшая сеть, да Если, например, хэшет у нас будет во второй сети BTC legal То есть, существует риск стагнации То есть, грубо говоря, когда у нас майнеры Все начнут переходить в первую сеть А вторую начнут забрасывать Соответственно, те биткоины, которые здесь Они просто-напросто будут очень дешевые Никому не нужны У них не будет просто ликвидности С другой стороны Если хэшрейта будет во второй случае То segwit просто-напросто потеряет какой-то смысл Потому что все оттуда уйдут Капитализация резко упадет В обоих случаях это бардак полнейший И лучше до этого не доводить Почему не доводить, друзья? Я вам скажу Я уже говорил, что у нас очень много есть Дополнительные другие криптовалют Которые реально могут заменить биткоин В ближайшее время Они более технологичные Меньше у них проблем и так далее Соответственно, ребята, которые держат большой-большой капитал В биткоинах Они не заинтересованы в user-degenerated soft fork Или же hard fork И в BIP в 148 как таковым Потому что, если такое произойдет Соответственно, это очень сильно дискредитирует Во-первых, сам биткоин Потому что люди при малейшей каком-то страхе За свой капитал Они будут в капитал выводить другие криптовалюты Это уже видно Соответственно, будет все это снижать стоимость биткоина Плюс это подорвет интерес к самому биткоину и криптовалютам И веру в них Начнут спекулировать СМИ Начнут говорить большие государственные компании Банки международные Которым это невыгодно Вообще крипта Как заноза в одном месте Соответственно, все приведет к тому Что рынок криптовалют может понизиться Биткоин, в частности, вообще может уйти вниз Соответственно, все капиталы майнеров Они пропадут То есть майнерам это тоже не нужно на самом деле Ну и плюс Это централизация Hard fork Это централизация То есть, грубо говоря Это уже Ну, это меньше сеть Это сеть уже майнеров Которая будет трактовать свои условия Ну, то есть Это по сути централизированная криптовалюта Сама суть биткоина Она просто нивелируется и исчезнет Вот Кратце, что хотел сказать То есть Как видите Никому не выгодно Доводить дело До user-activated soft fork Вообще никому Вот именно поэтому У нас сейчас Майнеры пришли к выводу Что реально легче Ну, переключиться На Насегрегает витнес Немножко все-таки Поменять алгоритм биткоина Но при этом расширить Количество блоков До 2 мегабайт и выше Потерять на транзакциях Доход на транзакциях Но при этом Сохранить свой капитал В биткоинах Чтобы он не упал Да И По сути Ну, чтобы рынок Криптовалют тоже Не свалился вниз Поэтому в принципе В данном варианте В данном случае Какое Какое Личное Какое личное Мое видение Какое дальше Будет событие По цене биткоина Мне кажется Что биткоин Может еще продолжать Чуть-чуть У нас Расти Может даже Дойти до 3000 долларов Возможно Откатиться снова Опять в этом промежутке Поколбаситься Но мне кажется Что чем ближе 21 июля Чем больше Будет новостей Тем будет Быстрее биткоин Уходить вниз Особенно он резко Может пойти вниз На новость От 21 июля До 1 августа Когда у нас Самый такой Решающий момент Поддержки Майнеры Может вообще Уйти вниз Дальше Если все хорошо Прошло Скорее всего Мы ожидаем Биткоин To the moon В этом случае 5000 долларов За биткоин Это в принципе Нормальный прогноз Я считаю Это вполне возможно Потому что Основная проблема Биткоина И все страхи За последние полгода Будут решены Если же Этого не произойдет И мы Активируем Бип В таком случае Я бы сказал Что участь биткоина Может быть Очень печальной Я забыл сейчас сказать Что когда у нас Будут 2 ветки Они же могут Воевать между собой Они начнут Там друг друга Блоками То есть Больше блоков Наводить И переписывать Друг друга Начнут какие-то Спам бота Тати делать И так далее То есть Это будет Вот такая каша Война Просто Которая приводит к тому Что Мир криптовалют Очень сильно пострадает Никому Опять же Повторить это Невыгодно Соответственно Вот мое Вот такое Предположение Конечно же Действуйте Как вам Как вы считаете Нужно Никаких инвестиционных Советов Я вам лично не даю У нас в комментариях Появилось очень много Грамотных трейдеров Которые классно Умеют читать свечи Но при этом При всем Их результат Никто не видит Он скрыт Но если вам виднее То конечно же Торгуйте сами Я ни в коем случае Не буду Навязывать свое мнение Просто решил рассказать Как это Ну что было Чтобы людям понятно Что это такое Как симкуши Потому что Многие просили Записать видео На эту тему Тема действительно сложная Тема реально Не раскрытая Это то что Он описал Намного Сложнее все Да Много технических деталей Как это все Будет имплементироваться До сих пор еще Не прописан полностью Сегвит Даже протокол Он только в конце Месяца будет Альфа Или альфа Бета версия По моему Будет запущена Но Будет все это Сделано Сделано По Нью-Йоркому соглашению До 1 августа То есть до 1 августа На все будет решено Вот что Хотел друзья Сказать Еще хотел показать По поводу Семьи транзакции Это у нас Количество Неподтвержденной Транзакции Если вы видите Что у нас У нас Примерно В середине мая Был их пик Тогда когда у нас Доходила Стоимость за транзакцию 600 Сатоши за байт Существует Бытует мнение Что до того Чтобы быстрее Начать имплементацию Форка Биткоина Да Была так званая Атака ботов На саму сеть В это время Да Чтобы быстрее Все это Чтобы нагнетать Обстановку Но я не совсем Уверен Что это так Было Потому что Все таки Рынок криптовалют Очень сильно Рос до этого момента Невероятно Сильно Рос Люди Вливали деньги Чтобы влить деньги Люди должны были Купить биткоин Соответственно Нагрузка на сеть Она сильно Росла И когда у нас Пошел резкий Слив биткоина Вниз У нас нагрузка Как видите Пропорцентная Начала уменьшаться И сейчас У нас из-за того Что капитализация Биткоина Тоже начинает падать В принципе Нагрузка сети Тоже умешается Казалось бы Можно бы Не париться Да Оставить сейчас Как есть И не думать Про сегвит Но рано или поздно Там грузка Опять может подняться Еще выше Поэтому да Сегвит нужно делать Это просто неизбежно Сеть нужно обновлять К сожалению Те ребята Которые создали Изначально биткоин Сатоши Или не знаю кто Не рассчитали Что вот в блоке 1 мегабайт Может быть так много Транзакций Видимо Ну Не без багов Не без грех Ничего Как бы Не бывает в этом мире Поэтому да Сегвит обязательно Нужно имплементировать Это Не скажу что это Идеальное решение Но это Лучшее решение Которое додумались На сегодняшний день Соответственно Эта штука Будет сделана Скорее всего Судя по тому Что мы видим По хешрейту Поддержки майнера Мне кажется что Это может быть Блев конечно Но мне кажется Просто Логические причины Нет смысла Майнерам Вот видите Сегвит Сегвит 2x Поддержка Последние блоки Которые были добыты Вот поддержка Поддержка Везде у нас есть Они все это поддерживают То есть А бит 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 140 Так 141 Видите не особо Ребята хотят поддерживать Да То есть Грубо говоря Это мои мысли Были по Биткоину Это мои мысли Были по Биткоину Мне кажется что Все таки Будут еще Проблемы С биткоином Не все это решит Не все проблемы Биткоина решится Сегвитом 2x Будут еще другие Какие-то заморочки И будут еще шатать Нашего старичка Но тем не менее Если в этом Мы преуспеем Да Сообщество преуспеет И не будет Хардфорка Это самое важное Чтобы не было Хардфорка Какого-то Или же разделение Цепи на два Биткоина То в таком случае Это будет Небольшая победа Довольно-таки Я даже считаю Большая победа Наши сети Наши Наши общества Криптоманов И это будет Очень хорошо Потому что Я скажу так Что большие дядьки Большие компании И так далее Очень-очень Главные государства Они очень заинтересованы Чтобы у нас был Хардфорк Чтобы было разделение Цепи Чтобы была война Между цепями Чтобы было как можно Больше хайпа На этот счет Чтобы люди Как бы Ну не знаю Разочаровались В криптовалютах И так далее То есть Они в этом заинтересованы Им не нужно Децентрализированное общество Им хочется управлять всем И все потоки Иметь Особенно финансовые На себе Поэтому да Они сделают все Что в их силах Для того чтобы Дискредитировать Криптовалютные меры И чтобы все это разрушить Но соответственно Если мы имплементируем Secret 2X То этого По крайней мере Не будет в ближайшее время Все мои мысли Друзья Можете писать Дополнение Уточнение Возможно где-то Что-то я не прав Можете написать свое мнение В комментариях под видео Опять же Пишите пожалуйста По сути Разный троллинг И так далее Будет просто удаляться И так далее То есть Я Просто-напросто Не комментирую троллинг В этом смысла никакого нет Это бесполезно Тата времени Если есть люди Которые есть время потроллить Ну так извините У меня времени От этого нет Поэтому в ваши игры Я играть не собираюсь Если же у вас есть Какие-то интересные замечания Пишите Безусловно Будем разбираться Вкратце Такое мое видение По поводу Активации Хардфорка Активации Софтфорка Хардфорка Возможного последующего Напишите свое Спасибо за внимание Если было полезно Попрошу поставить лайк А если нет Дизлайк ставьте И соответственно Ссылочки все будут Наши группы В описании под видео Спасибо До свидания И удачного инвестирования